У вас совершенно по-другому распределяется жидкость в организме. Вы же знаете, да, что стресс чем опасен? У нас кровеносное давление меняется. У нас меняется вообще биохимия. И вот когда вы ходите, у вас давление меняется, у вас совершенно по-другому стопа встает, то есть на подошву, опирается на землю. И вот эта поперечная мышца, вот здесь вот, представьте, вот эта вот косточка, да, вот эта большой палец. Вот эта вот мышца, которая расположена, она начинает растягиваться, то есть вот этот связочный аппарат становится очень вялым. И мышца, которая должна собирать стопу вот так, чтобы стопа была собранная, узенькая такая, красивая, да, она начинает раздвигаться, так как это неестественное положение для стопы, то есть практически формируется плоскостопие. Вот эта вот косточка, которая выпирает, она, то есть там вот эта фаланга, она как бы, вот она же прямо вот так стоит, и вдруг она так как расширяется, вот эта вот мышца, да, то есть ослабляется связка, то вот эта фаланга начинает сгибаться. Для нее это тоже не характерно. Здесь появляется воспалительный процесс, представляете, то есть она выгибается. Воспалительный процесс, а наш организм что делает? Когда где-то есть воспаление, начинает выстраиваться колонна защитников организма, иммунная система, да, то есть начинаются такие наросты, вот этот вот нарост такой вырастает на косточке, который предохраняет вот эту воспаленную косточку, чтобы она дальше не деформировалась. А мы начинаем это все убивать, вырезать, прижигать, не понимая того, что нужно нам обратно, просто вот эти мышцы, которые разъехались, их поставить на место. Для этого есть определенная мышечная гимнастика для стоп. Я сейчас вам дам только одно упражнение, которое, если вы будете делать каждый день только, да, хотя бы там по две минуты, вы очень быстро избавитесь от этой косточки. Кстати, по поводу косточки. Она бывает, действительно косточка настоящая, а бывает фальшивая. Что такое фальшивая? Это знаете, как будто бы, вот вы чувствуете, что это не кость, а как будто какой-то желвачок на косточке нарост. Вот у кого такое есть, как будто это не кость сама, а отдельный такой желвачок. Поставьте циферку 1. У меня такое было два раза, и оба раза я это все убирала при помощи методик. Я в то время тогда проходила оздоровительные техники, обучение умер Закарима Нарбекова, и потом еще несколько народных своих способов я два раза убирала. У меня два раза вырастала на одной и той же ноге эта косточка, и буквально вот вторую я убрала где-то, наверное, месяца три назад. Но она у меня недолго, она у меня только началась, буквально где-то месяца, может, там, четыре назад, буквально месяц она у меня, я ее увидела, я понимала, что она есть. Я все ее очень быстро отработала. Если у вас вот в виде такого как будто желвачка под кожей, вы это можете очень легко убрать при помощи определенного массажа, и при помощи определенных упражнений. У кого будут проблемы, потом мне напишите, если придете ко мне на курс, я вам подскажу, как это убрать. А для тех, кому нужно сузить стопу, чтобы не было этой косточки, чтобы она действительно, чтобы это воспаление ушло, нужно делать вот такое упражнение. Сейчас стопы, поставьте, пожалуйста, вот так. Вот вы сидите все, поставьте стопы, согните колени под 90 градусов. Вот ваши ножки. Теперь смотрите. Поднимите стопы, обопритесь на пятки, на пятки, носочки поднимите вверх. Теперь опустите всю стопу, и представьте, что вы кончиками пальцев зацепились за пол и подтягиваете пятки. Теперь отпустили пальчики, снова опустили стопы на пол, зацепились пальчиками, держимся пальцами ног крепко за пол, а пятки подтягиваем, как бы пяточки скользят, подскальзывают. И у нас стопа становится вот такой вогнутой. Снова отпустили, и дальше поехали. Раз, два, три, четыре. И у вас ножки далеко ушли, да? Снова вернули ножки. Еще раз поставили. Опираемся на пальчики, пяточку подтянули, такая бугристая ножка стала. Раз, поднимается высоко подъем. Два, подняли подъем. Три, и вот так продвигаемся. Это упражнение похоже на гусеницу, правда? Как будто гусеница ползет. Оно так и называется гусеницей. А теперь поставьте, пожалуйста, циферку 5, кто почувствовал боль прямо вот под стопе, прямо вот там, где свод стопы. Прямо кто боль почувствовал. Поставьте, пожалуйста, циферку 5, кто делал это упражнение. Практически все. Вот это говорит о том, что у вас очень слабые связки и очень слабые мышцы формирования свода стопы. И, естественно, у вас эти косточки будут. Поэтому обязательно, вот вы чувствуете, как больно и неприятно. Но если вы будете делать такое упражнение, хотя бы утром и вечером, или в течение работы, вот сидите вы на работе, сняли туфли, поставили ножки и сделали гусеничку вперед, и буквально вот так вот 10 проходиков сделали, вы почувствуете, как у вас стопа будет с каждым разом все сильнее и сильнее становиться. Дальше, что мы с вами делаем? Мы делаем обязательно это упражнение, и плюс ко всему мы вечером, в течение двух недель, делаем ванночки для ног. Берете воду горячую, но такую терпимую, кладете туда столовую ложку соли, столовую ложку соды, столовую ложку сухой горчицы и любой противовоспалительный сбор, травный, например, можно отвар, там, зверобой, отвар ромашки, или любой успокоительный, с эфирными маслами, например, душицу можно туда, то есть вот такие травки. Либо все это перемешиваете, держите ножки в течение 10, максимум 15 минут, но это нужно делать каждый день. Что, какой эффект вы получите? Во-первых, у нас на стопах есть очень много биологически активных точек, которые отвечают за все органы нашего тела, нашего организма, так называемые проекционные зоны. Когда мы их стимулируем, при помощи того, что там будет горчица присутствовать в этом растворе, в этом составе, они у вас будут очень сильно активизироваться, и у вас начнется пробивная, то есть энергия будет пробиваться с ног вверх. Вспомните, когда мы с вами болеем, или когда дети наши болеют, у ребенка начинает хлюпать нос, а мы ему держим ноги в тазике с горячей водой. Казалось бы, да? Почему, когда течет нос, мы греем ноги? Да потому что с ног все начинается, потому что, чтобы пробить энергию вот эту, чтобы у него было больше сил, чтобы иммунитет поднять, это же народное средство. Это очень сильное народное средство. Горячая вода, она не кипяток, естественно, терпимая, чтобы вы терпели. И вот энергия начинает пробивать, и вы сидите, и вас даже потом пробивает, правильно, когда вы ноги держите в горячей воде. Соль, она очень хорошо вытягивает всю грязь из вашего организма. Очень многие, кто у меня занимается вот этими практиками, они потом пишут мне и говорят, Оля, ты знаешь, даже вода чернеет. Вот такое ощущение, что соль прямо вытянула из меня все болезни, всю черноту. Сода, соответственно, ощелачивает этот состав, в котором вы держите ножки. Затем горчица, естественно, стимулирует и раздражает активные точки. А любой антисептик, то есть трава там зверобой, или там душицы, или там ромашка, соответственно, убивает микробов. То есть ваша задача сейчас прогнать кровь, прогнать лимфу при помощи воздействия, теплового воздействия на стопы. Самые сильные это народные методы. Не забывайте об этом. Не поленитесь, делайте в течение двух недель эти ванночки. Вы мне потом спасибо скажете. Вы будете летать просто как птички. Тем более весна на дворе. Обычная соль. Обычная соль. Можно морскую, можно поваренную. Это не принципиально важно. Вот. Да, то, что касается почек, ой, косточек. И то, что касается целлюлита. Но целлюлит это вообще... Сухая горчица. Да вы знаете, я вообще покупаю просто горчицу, обычную в магазине, в супермаркете. Из которой делают горчицу для еды. Вот у меня муж сам делает горчичку. Да, то есть сухую горчичку там с водичкой, с маслом разводит, там что-то туда добавляет такое. Получается очень вкусная горчица, приправа. Вот. И целлюлит. С этим понятно, да? И целлюлит. Что такое целлюлит? Целлюлит это по сути гормональные ваши изменения. Кстати, вот смотрите, косточка на ногах, да, по исследованиям специалистов встречается на 100 женщин одна косточка у мужчины. То есть у женщин в 100 раз чаще встречается. Сразу понятно почему, да? Мы носим тесную обувь. Потому что, неважно, каблук не каблук, мы же форсим, мы же красивыми хотим быть. И мы не умеем носить правильно обувь. Мы носим тесную обувь. Мы очень часто переживаем, нервничаем. Мы более эмоциональны, чем мужчины. И опять же, я говорю, во время хождения у нас по-другому распределяется давление. Вот. Кровяное давление и давление наших жидкостей в организме. Поэтому мы, естественно, получаем косточку в 100 раз чаще, чем у мужчин. То, что касается вен, небольшой процент женщин побольше, чем у мужчин. То, что касается отеков, только у мужчин с крупным весом встречаются отеки ног. У женщин встречается где-то на 30-40% больше, чем у мужчин. А то, что касается целлюлита, это практически 99%. Женщин целлюлит, целлюлитники, да, и 1% может быть мужчины, у которого целлюлит. Потому что это гормональное нарушение. Целлюлит – это гормональное нарушение. Дело в том, что у нас в нашем организме есть очень много органов внутренней секреции. И вы их все знаете. Это и гипофиз, и гипоталамус, и щитовидная железа, и вилочковая железа, и поджелудочная, и надпочечники, придатки наши, да, и так далее, и так далее. И каждая железа вырабатывает определенный гормон. Но, оказывается, у нас гормоны вырабатывают не только органы внутренней секреции. Гормоны вырабатывают и другие ткани. Например, жир. Жировая ткань – это гормональная ткань. И когда у вас появляется какой-то сбой в организме, а особенно у женщины, да, то есть наши гормоны, когда у нас сбиваются, когда мы начинаем нервничать, когда мы начинаем, допустим, переживать, когда мы начинаем, ну, как бы, неконтролируемо много есть. Говорят, ну, я не могу, я сейчас торт съем, потому что я переживаю. У нас что? У нас гормоны начинают, да, и нам нужно обязательно. То есть наша жировая ткань, она просит, если ты мне сейчас не дашь сахара, я тебя разорву. С гормонами бороться очень сложно. Вы вспомните, уж если гормоны вас захлестнули, так вы за этим мужчиной, которого вы любите, вы за ним на край земли пойдете. Было такое? У кого такое было? Поставьте, пожалуйста, плюсики. У кого такое было? Мы не можем контролировать свой гормональный фон. И умные дяденьки и тетеньки, ученые говорят, что у женщины есть несколько лет жизни, когда она может жить так, как она хочет. Это, когда вы становитесь осознанным, то есть где-то вам становится 12, примерно 13 лет, вы уже понимаете, до того момента, когда у вас начинают активно играть гормоны. Они начинают где-то активно лет 18-19 играть. Вот этот период вы еще можете о чем-то заниматься, каким-то творчеством, потом у вас начинается влюбленность. И потом мы практически всю свою жизнь живем только благодаря тому, что гормональный фон понизился, повысился. Гормоны управляют настроением, они управляют нашим возрастом, они управляют нашими желаниями, они иногда нас толкают на такие безрассудные поступки, что мы потом диву даемся. Потом, когда у нас приходит климат и наш гормональный фон успокаивается, мы выходим из этого состояния и мы уже не зависим от него. Но наш организм, он не может жить без этих гормонов, да, и он начинает вырабатывать другими способами гормоны. Например, там жировой ткани больше становится, потому что жировая ткань это гормональная ткань. И женщина, естественно, уедает, уедает, она превращается там уже в пожилую женщину, но она становится свободной, она независима уже от гормонов. И она говорит, ты знаешь, деточка, мне уже по барабану, да, вот я уже теперь что хочу, то и делаю. У меня прошел тот возраст, когда я ради мужчин там что-то делала, там изгалялась и так далее. Проходит это, да. Но вы получаете старость, гормоны вам дарят молодость. И получается палка о двух концах, и мы не знаем, что делать. Либо, значит, каким-то образом остановить свой возраст, остановить вот эту вот приближающуюся старость. Или расслабиться и как бы начать, как у меня говорит моя там хорошая приятельница, достойно стареть, но зато быть свободной. Я выбрала совершенно другой путь. Я считаю, я знаю, я это на себе проверила, и на этом проверила на многих-многих своих клиентах. И все это, естественно, обосновано теми знаниями, которые я получила. Можно продлить свою молодость, восстановив свой гормональный форм, не при помощи эстрогенов, которые вырабатываются яичниками, которые иногда нам голову просто, да, мутят вот этим вот, все, я влюблена, или там мне что-то нужно там такое, да. Вот там села на диету, сижу, голодаю там ради этого мужчины. Зачем? У нас мы можем прекрасно восстановить свой гормональный фон при помощи гормональной гимнастики, при помощи правильного питания, при помощи трав и при помощи упражнений. Так вот, вот этот самый целлюлитный, нависный, это как раз наша, ну так скажем, наша доля женская. У мужчин нет этого, потому что они от гормонов так не зависят, как мы. Мы очень гормонозависимые женщины с вами. И чаще всего целлюлит появляется, когда мы толстеем, или когда мы стрессуем, или когда мы в климаксе. Когда мы неправильно питаемся, когда мы нарушаем свой гормональный баланс в организме. Ну и есть еще, конечно, негормональный целлюлит, который образуется из-за того, что очень плохо работает кровеносная система. И вот эти жировые, вот эти вот клеточки, которые образуются на бедрах. А вы обратили внимание, что целлюлит образуется в первую очередь на ягодицах и на бедрах? Там, где расположены женские органы репродуктивные. А потом он уже поднимается на живот, на грудь, на руки и так далее. На спине там может быть целлюлит. Но в первую очередь он образуется именно здесь, на бедрах и на ягодицах. В том уже выше поднимается. Он образуется из-за того, что у вас нарушен водно-липидный баланс. У вас плохо работает и функционирует ваш лимфодренаж. То есть вот эти вот клеточки, которые образуются, они не получают питания. Они не получают питания и они начинают как бы... Ну, представляете, клетка, к которой не приходит питание. Жировая клетка, ей тоже надо каким-то образом питаться. Она начинает таким образом вытягивать воду из организма. То есть тянуть. И поэтому вот этот целлюлит, это очень хороший пожиратель воды. И когда у вас есть целлюлит, у вас обязательно дряблая кожа. Вот согласны со мной, да, обратили внимание, это 100%. Это результаты 100% у кого есть целлюлит, у того дряблая кожа. Потому что целлюлитный вот этот жир, да, который не снабжается кровеносными сосудами, он начинает вытягивать воду из организма. И когда кожа обезвоживается, она начинает быть дряблой, она стареет. И сколько бы вы воды не пили, это бесполезно. Здесь нужно запускать вашу гормональную программу, и здесь нужно запускать очищающую программу, чтобы ваша лимфосистема работала в полную силу. И они, естественно, когда... Они еще склеиваются, да, и вот появляются вот эти вот такие бугры. Ну, в общем, короче, напугала я вас, да, напугала, наговорила всяких гадостей. Но вы не бойтесь, не переживайте, потому что все это исправимо. Все это можно убрать, и причем это убрать можно очень быстро, если вы этого хотите. Другое дело, если вы в это не верите и не хотите. Но так как я работала в тренажерном зале, так как я работала с женщинами, да, я видела все эти результаты. И очень было много в моей практике, хотите, ну, слава богу, очень было в моей практике таких случаев, когда девчонки приходили в тренажерный зал, занимались до потери пульса, и ничего не происходило. И год, и два, и три. Вот какая она была, такая и осталась. Ну, может быть, немножко чуть-чуть покрепче мышцы стали. Но почему результатов-то нет? Ну, почему нет результатов? Занимается, 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 а результатов нет. Потому что нас тоже этому не учили, да. Нам кажется, что если я начну голодать, если я начну приседать по утрам, там, я не знаю, там, штанги тянуть, еще что-то делать, у меня это все пройдет. Нет, пока мы внутри себя не запустим этот процесс, с этим очень сложно справиться. Это уже как бы вторично. Это вторично. Поход в тренажерный зал, да, там, там, какие-то упражнения. Первично это питание, потому что все, что я ем, все, что я пью, это в меня входит. И вот, девочки, у кого есть проблемы с обжорством, да, или там, вот вы когда не можете удержаться от чего-то вкусного, от сладкого, я вам могу порекомендовать такую практику. Вот вы взяли что-то, вы посмотрите, вот это будет во мне сейчас. Вот помедитируйте на тот продукт, который вам очень хочется съесть. Вот это сейчас будет во мне. Я позволяю этому в меня войти или нет? Это, знаете, вот как вы приходите на рынок и смотрите, там вот курага лежит, да, такая вкусная, или там орешки такие россыпью. И вам хочется, вот я сейчас возьму вот это вот, да, и съем. И вы представьте, вы берете курагу или берете эти орешки, а потом вспомните, пока они дошли до этого, до прилавка, их кто-то высыпал какими-то руками на этот прилавок. Их везли в каком-то пыльном фургоне, или там самолетом, или теплоходом, или машиной. Их из одной коробки в другую всыпали. Их чистили, да, на производстве. Их собирали эти орехи. То есть, представляете, какой огромный путь они прошли до этого прилавка. И когда мы на них смотрим, нам хочется их прямо тут съесть, вспомните о том, что вот это сейчас будет в вас. Дорожная пыль, грязные руки, мат людей, которые там над ними, там, допустим, колдовали и так далее. Промойте их, просушите, да, поколдуйте над ними, снимите с них вот эту энергию, а потом только кушайте. И все, что вы употребляете, возьмите себе за правило. И вы увидите, вы будете намного чище. Вам будет легко справляться с вкусовыми пристрастиями. Вы будете чувствовать себя великолепно. У вас кожа изменится. У вас внутреннее состояние изменится. Вы начнете стройнеть, вы начнете молодеть. Но опять я отвлеклась. Вот видите, я какая отвлекуха. Но давайте все-таки начнем заниматься. Да, причем же здесь наша кровь и лимфа. Так, дело в том, что раз мы с вами уже уяснили, что на ноги воздействует печень, воздействуют внутренние органы женские, да, органы малого таза, то есть кровеносная система полностью, да, она либо способствует тому, чтобы развивались отелки, целлюлит и там всякие неприятности, либо наоборот дают ногам возможность отдыхать. Когда у нас в теле все замечательно, все красиво, все хорошо, у нас ножки стройные, они у нас красивые, они у нас гладкие, они у нас сильные, они нас несут. Ноги – это наша основа. Прежде всего, помните о том, что есть такое понятие, как красивая походка. Вот об этом не надо забывать. Вот смотрите, когда я иду, вот я иду вот так, ну, допустим, сутуленная какая-то, ну, не знаю, там, как я еще могу ходить, да, вы же не можете сказать, что у меня красивая походка? Ноги я могу в это время переставлять как угодно красиво, но красивая походка – это прежде всего красивая спинка, да, и вот когда я иду, когда у меня красивая спинка, когда у меня, говорите, вперед, когда у меня плечики открыты, вот тогда и говорят, боже мой, какая у нее красивая походка. Смотрите, походка, в принципе, это ноги, но оказывается, походка – это вообще не ноги, походка – это спина. Не можно, невозможно сказать, женщина идет, у нее красивая походка, если у нее кривая спина. Это, ну, просто такого не бывает, да, поэтому научитесь носить свою спину, научитесь носить свой позвоночный столб. Когда вы будете все время держать спинку прямо, у вас будет грамотно распределяться на ноги та тяжесть, которую вы имеете. У вас вот эти вот межпозвонковые диски начнут во время ходьбы, да, не смещаться, не тереться друг от друга, они будут именно в том состоянии, вот в естественном состоянии физиологическом, которые вы заснули, которые у нас есть. Когда вы ложитесь спать, вот у кого особенно отеки, поднимайте ноги вверх, держите их наверху. Можете, как бы, не опустить, а поднять ноги и прислонить их к стенке и несколько минуточек так подержать. У вас начнет кровь отходить вниз от ног, то есть как бы подниматься вверх. Это то, что невозможно достичь, когда вы ходите. То есть почему ноги-то отекают? Потому что вся жидкость вниз идет, а вы поднимаете их наверх, и тогда жидкость пойдет вниз, и кровь пойдет вниз. А если у вас есть застойное явление, целлюлит или есть вены, сделайте потрясающую технику. Это вообще удивительная техника. Она работает во всех случаях. У меня, у многих девочек, даже прошел сахар в крови восстановился после этой техники. Вы представляете, как она работает сильно? Затем прошли отеки. Многие стали ходить в туалет, потому что открылись вот эти вот венозные протоки. Это упражнение у меня есть в курсе по омоложению, поэтому сейчас я не буду вам его описывать, нет смысла, да, когда вы придете, кто придет ко мне на курс омоложения, его там нет, правда, в курсе, он идет бонусом, я вам обязательно его подарю, да, и вы будете таким образом оздоравливать свои ножки. А мы сейчас с вами посмотрим, как же нам можно помочь при помощи действительно опосредованных и непосредственных способов. Итак, опосредованные мы с вами поняли. Лечим ноги, не то, что мы ноги массируем, а лечим ноги при помощи живота, при помощи дыхания, при помощи того, что мы запускаем лимфодренажную систему, мы лечим ноги. А непосредственные – это ванночки для ног, то, что я вам говорила, массаж ног, да, там упражнения для ног, именно когда вы ножками работаете. Вот это непосредственно. Я вам сегодня много техник дала. Давайте про опосредованные поговорим. Прежде всего, это ваша осанка. Во-вторых, нужно с вами, нам нужно с вами сейчас освоить небольшую технику, которую я вам сейчас дам. Она называется «Восстановление естественного процесса лимфодренажа и открытие большого лимфотока в груди». Объясняю, в чем здесь дело. Вот, когда у вас плохо работает лимфодренажная система, да, то есть вот эти проблемы – целлюлит, вены, отеки, это все зависит от того, что у вас нету вот этого внутреннего давления, крови, да, которое циркулирует хорошо, и неплохо работает лимфодренажная система, которая допускает вот такие застойные явления. Поэтому, чтобы запустить лимфодренажную систему, нам нужно с вами сделать, во-первых, массаж большого лимфотока, самого крупного лимфотока, и сделать правильно дыхание. Запустить дыхание. Называется дыхание диафрагмой, когда мы запускаем именно центр оживительной нашей жизненной силы. Диафрагма находится вот здесь. Вот теперь встаньте, пожалуйста, положите, пожалуйста, ваши руки на ребра, вот таким образом, и сделайте выдох, ну, давайте сначала просто попружиним, вот так вот. Вы чувствуете, какие у вас ребра мягкие? То есть у вас диафрагма, она такая упругая, да, мы можем попружинить. Когда вот таким образом мы сжимаем резко и разжимаем диафрагму, у нас здесь концентрируется жизненный центр, жизненная энергия. Здесь у нас находится чакра Манипура, и очень многие техники, восточные, китайские, японские, древнеславянские, они направлены на то, чтобы разбудить жизненный центр. Помните, живо, ци, прана, да, иньян и так далее. То есть все это находится здесь. Поэтому вот это дыхание, которое называется диафрагмальное дыхание, оно очень важно, да, в нашей практике для того, чтобы запустить процесс омоложения и оздоровления. Дыхание очень простое, вы его очень быстро освоите, делаете его утренными вечерами по 5-6 раз. Что мы с вами делаем? Взяли ручки. Когда мы с вами дышим, мы с вами дышим просто грудку вверх, поднимаем и опускаем. А давайте попробуем дышать в разные стороны, как будто меха, гармошки раздвигаем. То есть когда я делаю вдох, я не поднимаю грудь, а раздвигаю ребра в стороны так, что вот руками я сильно сжала диафрагму, прямо сжала, вот сожмите ее сильно. А теперь вдохните и попытайтесь силой вдоха раздвинуть руки в сторону. Вот они как разъехались. И когда будем выдыхать, мы будем делать так. Вот таким образом, как бы играть вот этой гармошкой нашей. Поехали. Приготовились. Делаем вдох. Раздвинули диафрагму широко. Держим, не дышим. Считаем до 5. 1, 2, 3, 4, 5. Выдыхаем. Снова вдох. Силой вдоха раздвигаем диафрагму. Держим. Считаем до 5. 1, 2, 3, 4, 5. Выдох. Вдох. Силой вдоха раздвигаем диафрагму. Силой вдоха раздвигаем диафрагму. Силой вдоха раздвигаем диафрагму. Держим. 1, 2, 3, 4, 5. Выдох. И последний раз. Силой вдоха раздвигаем диафрагму. Выдох. Сели. Закрыли глазки. Прислушались к своему организму. Спокойно дышим. Держим. А теперь поставьте, пожалуйста, плюсики, у кого пошли покалывания, мелкие-мелкие такие покалывания, по стопам ног и по ручкам. Прямо как будто вот какие-то мурашки побежали. По стопам ног, у кого-то по голени и по рукам. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Вот это вы сразу, вот сразу вы ощутили результат от этого упражнения. Вы чувствуете, как сразу мелкие капилляры среагировали на то, что пошло поступление кислорода, пошло поступление то, что содержится в крови, все необходимые, ну, так скажем, ингредиенты, которые нужны нашим клеткам, да, кровь доносит это до наших органов, до рук и до пальчиков ног, да, такое покалывание приятное пошло. Вы представляете, если вы будете делать хотя бы по пять раз утром и вечером. Больше делать не надо, этого достаточно. Мы его запустили, все, теперь вот сейчас нет смысла двадцать раз дышать. Вот. Если у вас закружилась голова или вас затошнило, это значит, что у вас очень высокая интоксикация в организме. Не надо вам задержку дыхания делать, просто делайте вдох на расширение и выдох, вдох и выдох. Потому что идет очень мощное очищение через это дыхание. Дальше. Самый большой лимфатический проток у нас находится вот здесь. И после того, как вы продышали, вы можете это лежа прямо утром в кровати делать. Взяли, ручки поставили и поехали, прочищаем лимфатический проток. Как бы шлюзы открываем, куда лимфи-то теперь идти, да, то есть нам нужно знать лимфотоки. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И постучали по груди. По нашему главному грудному меридиану. Нет, живот не надо надувать, надо раздувать диафрагму. Это не дыхание животом, это дыхание диафрагмы, это разные вещи. Хорошо. Вспомните, когда вы ходите на прием к мамологу и он смотрит вашу грудь. Помимо груди он что еще смотрит? Кто знает? Лимфоузлы, правильно? Поэтому здесь у нас скопление всегда. И вот таким образом, как будто бы мы оттуда что-то выгребаем. Поехали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И снова постучали. Почувствовали облегчение? Чувствуете, да? Легко стало? Ножки загудели, а мы ведь с ногами не работали. Мы работали с дыханием, а ноги загудели, да? И ручки загудели. Вот помните о том, что вот как раз красота ног, она зависит, во-первых, от омоложения вашего организма. То есть вы когда начнете омолаживаться, когда вы начнете оздоравливать свои клетки, все эти проблемы будут постепенно уходить. Потому что все проблемы с ногами, это проблемы нашей усталости, нашей старости, нашего увядания, наших нервов, нашего неправильного питания, неправильного образа жизни и с нарушенного гормонального фона. А это как раз признаки старения, с которыми мы боремся, да? Которые мы убираем. Поэтому, в принципе, все эти техники настолько легкие и настолько... Под грудью как делать? Вот просто, из-под груди вверх. Вот. Они настолько легкие, настолько простые, что они на самом деле не требуют никаких, никаких-то там определенных там усилий, да? Каких-то определенных усилий. Все очень легко и просто. Есть некоторые фишки, некоторые секреты, которые вам нужно знать. Самое главное, что вам нужно знать, это обязательно утром делать гимнастику для шеи, потому что вот здесь у нас формируется... То есть вот здесь у нас тоже основной проток, во-первых, нашей энергии, во-вторых, здесь у нас очень часто бывают застойные явления именно в этом месте. И когда у нас начинает болеть шея, начинает болеть голова, однозначно, 200% у вас будут болеть ноги. Не забывайте о том, что нужно делать упражнения для шеи. Уникальный комплекс упражнений для шеи, для мышц, для того, чтобы не было второго подбородка, у меня есть тоже в курсе. Он тоже идет бонусом, тоже идет подарком, вы все его получите. Кто-то уже, может быть, им пользуется, да? Вот. Это те упражнения, которые, помните, да? Это специальное упражнение для второго подбородка, есть специальное упражнение, как убрать холку, у кого есть холка. Поставьте плюсики, у кого есть проблемы с шеей. Ну, в смысле, вот, проблемы с шеей. Дело в том, что, девочки, это очень важно. Вот не забывайте, вот лучше вы не позавтракайте, но упражнение для шеи сделайте с утра. Почему? Я вам сейчас объясню. Обращали внимание, что бабушки вот такие и дедушки. Шея укорачивается. Раньше на Руси говорили, длинная шея, длинная жизнь. Только шея начинает укорачиваться, человек начинает стареть. Помните, нос удлиняется, шея укорачивается. Чем короче шея, тем быстрее мы уходим на тот свет. Дело в том, что у нас здесь есть связки, да, есть сухожилия, есть связки, которые крепят наши мышцы спины с мышцами шеи, да. У нас здесь есть очень много точек, очень важных, активных. И когда вот эти вот мышцы укорачиваются, у нас как бы вот эти плечи поджимаются, шея туда уходит, у нас там все искривляется, у нас практически не поступает кровь в головной мозг, от этого мы плохо слышим. А, что ты, внученька, сказала? Плохо видим, плохо соображаем. И, соответственно, у нас сразу деформируется осанка, а я вам говорила, плохая осанка, некрасивая осанка, некрасивая походка. Деформируется верхняя часть спины, значит, нижняя часть спины деформируется, внутренние органы, и это все идет на ноги. Ноги, еще раз повторяю, это все, понимаете? То есть, когда вы начинаете лечить ноги, вы начинаете оздоравливаться и омолаживаться. Помните о том, что самое главное – это ваша шея. Вот именно вот здесь, потому что здесь у нас голова, здесь очень важно, да, мы соображаем, мы думаем, мы видим, мы чувствуем, то есть мы живем практически органами зрения, органами слуха, органами восприятия, это вообще наша жизнь. И поэтому, когда у нас начинает укорачиваться вот эта вот часть, девчонки, все сразу бейте в барабаны, ищите сразу курсы для того, чтобы убирать вот эти все проблемные зоны. Дело в том, что те упражнения, которые вам показывают в прямом доступе, они все вредны. Вот это делать нельзя. Почему? Потому что вы можете сместить шейный позвонок. У вас мышцы и так слабы, и вы еще начинаете их, да, туда-сюда. Сколько раз делали, а потом ходили, ой, я что-то сделала, у меня шея заболела. У кого такое было? Поставьте плюсики. У кого такое было? Ой, я шею покрутила, она у меня заболела. Ни в коем случае. Шея – это очень аккуратно нужно с ней работать, да. Поэтому идите к специалистам обязательно, делайте правильно эти упражнения, чтобы у вас не было потом проблем. Второе – это ваша осанка. Это ваша осанка. Я вам сейчас вот то, что это не касается ног, это касается груди, но тем не менее, вам будет всем интересно. Скажите, пожалуйста, какой у меня размер груди? Ну, где-то может быть второй, да? А сейчас? Третий, как минимум, правда? То есть я практически визуально увеличила размер груди. Дело в том, что грудь у вас, она не будет расти, если у вас будет сгорбленная спина. У нас мышцы спины растягиваются, соответственно, укорачиваются мышцы груди. Короткие мышцы груди – отвислая грудь. Мышцы спины развиваются, есть груди куда расти. Она поэтому и не растет, потому что ей некуда расти, у нее пространства для роста нету. Нормально. Здесь я. Я здесь. Вы меня видите, слышите? Если видите, слышите, поставьте плюсики, пожалуйста. Что-то выбило как бы немножко, да? Вот. И вы представляете, выходит она из самолета однажды. И подходит к ней парень, они знакомятся. Сейчас они живут вместе в Москве. И у них любовь. В общем, все хорошо, все замечательно. И он ей потом говорит, ты знаешь, ты когда вышла из самолета, я, говорит, тебя сразу увидел. У тебя такая красивая грудь. Ты когда шла, я думаю, боже мой, какая красивая грудь у этой девушки. И сразу подбежал знакомиться, и я про себя сказал, эта девушка будет моею. Эта женщина будет моей. А у нее груди вообще нет. Представляете, вот насколько правильная постановка корпуса скрывает все недостатки. Я вам вначале рассказала про мою Галю, которая юбку носила, да, на высоких каблуках. Это все психологические, психосоматические и культурные способы устранения всех наших дефектов. И омоложения в том числе. Ну и не говоря уже на это опосредованное, да, и непосредственное. То есть это работа, естественно, с мышцами. Потому что если мы не будем с мышцами работать, у нас с вами не будет мышцы упругими. У нас с вами не будет вырабатываться тестостерон. Вот когда мы с вами работаем с мышцами, у нас вырабатывается какой гормон? Мужской гормон тестостерон. Вы об этом знаете, да? И когда его слишком много вырабатывается, и если у вас в это время понижен ваш женский гормон, то есть вы в климаксе, например, у вас тестостерон преобразуется в женский гормон, и вы становитесь женственной. Вот почему девочки, которые занимаются бодибилдингом в молодом возрасте, они становятся такими мужеподобными, потому что у них нет вот этой трансформации. А женщины, которые занимаются уже после 45 лет силовыми тренировками, они наоборот становятся женственными. И, кстати, мужчины, которые очень много занимаются и колют себе этот гормон, химию принимают, у них потом развиваются грудные железы. Вот это у них не мышцы, это у них грудные железы развиваются. Я это знаю, потому что я сама работала в тренажерном зале, я сколько вела, как ведущая вела этих показательных выступлений по бодибилдингу, и сама этим занималась, интересовалась, поэтому я все это знаю. Поэтому, конечно, нужно заниматься. Это очень хорошо формирует ваш гормональный фон. Конечно, питание. Питание – это прежде всего, потому что питание – это наша основа. Но раз уж мы с вами заговорили о гормонах, давайте все-таки вернемся к климаксу нашему. Вилочковую железу, это вы, видимо, были у меня еще на другом вебинаре. Да, конечно, вилочковую железу и точку моря спокойствия обязательно каждый день. Это немножко тема другого вебинара, но тем не менее, она тоже сегодня фигурирует, потому что это наше омоложение изнутри. Итак, поставьте, пожалуйста, циферку 3, у кого климакс. Климакс – это угасание функций яичников и снижение гормонального фона. Правда? То есть, вот нам сейчас с вами, всем, у кого циферка 3, нам нужно срочно заниматься своим гормональным фоном. То есть, делать гормональную гимнастику и начать пить гормональные травы. То есть, заняться фитотерапией. Объясняем. Наши гормоны, я вам уже говорила, это защитники наши. Это основа нашей красоты. Потому что, когда у нас с вами нормальный гормональный фон, когда яичники у нас работают, мы с вами красивые, мы с вами цветущие, мы с вами притягательные для мужчин, обворожительные и магические, да? Потому что мужчины, они же чувствуют наш вот этот гормональный фон. Представляете? Я могу родить ребенка еще, я для него лакомый кусочек. Интуитивно, даже если он детей не хочет, это все происходит на чувственном плане, это все происходит на физиологии нашей. Есть вещи неосознанные, нам просто чувствуем, что вот нас тянет там к этому человеку. Когда вы еще полна сил, да, когда вы можете его вдохновлять, когда вы доставляете ему эстетическое удовольствие, он к вам тянется. И гормоны нас защищают, да, помните, от остеопороза, от инсульта, от инфаркта. И когда мы с вами входим в период климакса, у нас угасают наш гормональный фон, мы теряем эту привлекательность, у нас кожа становится дряблой, вялой, мышечная масса сразу падает, у нас сразу обвисает все, у нас появляется целлюлит, у нас появляются растяжки, у нас появляются вены, отеки, вообще ужас, да, и еще мысли вот эти дурацкие, что я старая, никому не нужна. И мужчина там уходит в другой женщине, потому что я такая старая, да, я такая злая, я такая нервная вся, и еще начинаю толстеть, потому что гормоны-то пытаются, то есть гормональный фон организм пытается восстановить, а самый легкий путь у него это выработать жировые клетки, потому что они гормональные, да, и таким образом вроде хоть я как-то защищена буду. Ужасная картинка, правда? Кто бы хотел от этого избавиться, поставьте, пожалуйста, плюсик. Кто бы хотел от этого избавиться, поставьте, пожалуйста, плюсик. Вот, отлично, хорошо, давайте будем от этого избавляться. Что нам нужно делать? Нам нужно прежде всего понять, что у нас есть с вами наш природный потенциал, у нас есть удивительные внутренние ресурсы нашего организма, которые мы можем активизировать. Наш организм рассчитан совсем не на 80 и не на 100 лет, а на 300 лет. Поэтому у нас с вами этого запаса еще много. Понятно, что мы его растратили на 200 лет вперед, да, своим неправильным там питанием и образом жизни, но тем не менее все поправимо. Нет ничего, что можно было бы не исправить. То есть нужно вспомнить о том, что у нас есть с вами потенциал. Потенциал духовный, потенциал физический, потенциал ментальный, потенциал энергетический. У каждого он свой, но тем не менее всей техники которые, допустим, я вам предлагаю, они все очень хорошо работают на любом уровне, абсолютно. Это гормональная гимнастика. То есть когда вам нужно настроить работу вашей гормональной системы таким образом, чтобы ваши гормоны перекрывали нехваток эстрогенов, ваших женских гормонов половых. И тогда вы будете в балансе, тогда вы будете совершенны, тогда у вас уйдут эти ужасные приливы, тогда у вас вновь начнет расцветать кожа, открываться глазки, да, внутри вот это вот трепетное состояние начнет проявляться. И в-третьих, это фитотерапия. Когда вы начнете восполнять гормональный баланс при помощи фитотрав. Вы знаете, что существуют травы, которые в своем составе содержат природные эстрогены, подобно гормонам вещества, которые воздействуют на женский организм, как ее истинные гормоны, которые вырабатывают личники. Помните эту историю о том, как пастухи выгоняли свое стадо на клеверовое поле и потом заметили, что старые овечки стали беременеть, а молодые овечки стали приходить без приплода. Помните, да? Вот. То есть, когда овечки уже в климаксе, от которых уже приплода не ждали, покушали клевера, а в клевере содержится что? Природный фито гормон, эстроген. Они восполнили дефицит и даже смогли забеременеть. То есть, практически получилось омоложение репродуктивной функции через травку. Разве это не чудо? И вот такими чудесами обладали наши предки, потому что фитотерапия – это очень древнее целительское искусство, искусство омоложения. Оно было распространено особенно на Руси. В древний период, когда на Руси жила наша древнеславянская цивилизация, а когда было, ну, то есть, было такое течение обавническое, вы об этом слышали, да? Ну, верно, обавницы – это волшебницы славянские, которые умели исцелять и лечить, и вдохновлять, и совершали магические ритуалы, и колдовали, и поднимали людей практически, да, с поля боя особенно, когда они оказывали свою магическую помощь своим же мужчинам, которые гибли на войне, и по преданию обавницы не старели. Они уходили в мир, но и такими же прекрасными, отработав свой путь. Да, то есть, совершенно спокойно, без болезней, без надрывов в прекрасном молодом здоровом теле. Осталось богатое наследие. Оно все практически основано на заговорах, оно основано на трансперсональном омоложении на клеточном уровне и на фитотерапии. Все эти секреты древних обавниц сосредоточены в моем курсе, который я с радостью передаю вам, для того, чтобы вы его тоже изучали и тоже начинали омолаживаться по этой уникальной методике. Ну, а сейчас мы с вами сделаем еще одно омоложение. Это уже моя авторская методика, которая является моим, ну, так скажем, моим детищем, которое я сама родила, которое я сама вдохновила, которая работает сегодня по этому курсу, именно по этой методике занимается. Девочки, если я не совру, ну, где-то, ну, уже, наверное, сейчас за тысячу перевалило, ну, ладно, пусть тысячи человек. Представляете, тысячи женщин, да, которые работают по этому курсу, получают потрясающие результаты. Основан он на том, что у нас есть клеточная память. Клеточная память формируется благодаря нашим эмоциям. То есть все наши эмоции, которые мы проживаем, это и есть наша клеточная память. Осознанной или неосознанной. Мы очень часто эмоционируем неосознанно, правда? Клетка и эмоции – это энергия. И поэтому, для того, чтобы омолодиться, нам нужно с вами перейти на другой уровень, как бы, энергостатики наших клеток. Но для начала, чтобы вам было понятно, давайте мы определимся с тем, что у нас есть два возраста. Да, сколько вам лет на самом деле? Поставьте, пожалуйста, в чат. То есть у нас есть два возраста. Первый возраст – это возраст, мы паспортный, а второй возраст – это возраст моей души, вот насколько я себя чувствую, насколько я себя ощущаю. Поэтому вы сейчас в чат ставите не одну циферку, девочки, заново ставим, а две. Первая циферка – это ваш паспортный возраст, а вторая – возраст вашей души, насколько я выгляжу. Вот, например, мне 49 лет, да, то есть мне в мае будет 50, это мой паспортный возраст, но в душе мне 28, поэтому возраст моей души 28, то есть 49-28, да, пишите вы ваш возраст. Вот посмотрите внимательно на эти картинки, которые представлены на презентации. Эти фотографии взяты из серии работ Young Old, германского художника Ларса Бёрджеса, который таким образом показывает удивительные вещи, да, вот это удивительное состояние наше. В нас живет как бы два человека, то есть мы имеем два возраста. Первый – это телесный, да, сколько нам лет, и второй – это душа. И вот таким вот символическим способом он изображает фотографии этих людей. В душе-то я еще молоденькая девочка совсем, а тело-то смотрите уже какое, да. Я пацаненок еще в душе, а у меня уже голова лысая. Вот, ну то есть это как бы такие немножко юморные, но в то же время такие философские работы, которые показывают молодость нашей души, обремененную в нашем стареющем теле. И вот для того, чтобы наше тело начинало молодеть, нам нужно его подтянуть до состояния нашей души. Смотрите, какой перерыв, какой разрыв у вас между этих двух циферок. Правда? 50 и 30. Телу 50, а в душе 30. Надо, естественно, вы испытываете что? Дискомфорт испытываете? Вам тяжело жить с этим? Душа чего хочет? А тело может это ей дать? Нет. Я еще хочу носить красивую одежду, да, я хочу нравиться мужчинам, я хочу, не знаю, там, путешествовать, там, вдохновлять этот мир своей красотой, может, я еще что-то сделать хочу. А тело говорит, ты знаешь, ты уже ничего не можешь. Да? То есть никакого комфорта внутреннего нет, абсолютно. И ощущение, что ты что-то упустила очень важное в этой жизни. Жизнь пролетела, а ты ничего не сделала, не успела, потому что душа-то молодая. Этому есть объяснение такое, что действительно наша душа вечно молода, и она имеет, раз она вечная, да, то есть бессмертная, то она имеет генетическую память. Каким-то образом в ней определенная есть, ну, какая-то все равно программа проживания на этой земле. И когда душа приходит в это тело, а тело это что? Для души что это такое тело? Это инструмент познания жизни на земле. Душа не может существовать без тела. Она не познает радость этой жизни, не познает этот урок, не пройдет эту миссию без тела. Тело это инструмент, это как, знаете, как скафандр, при помощи которого я могу находиться на какой-то планете, видеть, слышать, бегать, ходить, жевать, спать, любить, наслаждаться, думать, мечтать, творить, музыцировать, петь, даже представлять, даже практики какие-то делать ментальные, даже колдовать я не могу без тела, да? То есть без тела ничего, это инструмент, и он дается один раз. И естественно, если мы предположим с вами, да, что наше тело запрограммировано примерно на 300 лет, то и душа приходит с такой же программой. Мне в течение 300 лет надо пройти вот этот жизненный путь. И вдруг вам исполняется 50-60, да, и вы такие, так, что-то я уже какая-то старенькая, я уже, я как бы на 50 лет вперед уже ничего не планирую, я мало ли что там со мной будет через 20 лет, мне будет 80. А душа говорит, а вообще-то как бы мне-то вообще-то еще 20 только, я-то еще, а я, да? И мы все уходим из этой жизни, так и не познав ее, не раскрыв весь свой потенциал. Ну, слава Богу, сейчас появляются у нас вот эти удивительные способности, возможности познавать как можно больше, как можно больше энергетических практик и техник. Они к нам приходят. Знаете, такое ощущение, что словно сама Вселенная, сама жизнь дает нам возможность. Девочки, мальчики, пользуйтесь. Сейчас все порталы открыты. Вы посмотрите, сколько информации. Научитесь отделять зерна от плевел. Чувствуйте свою душу, чего она хочет, чего она желает. Страстно ищите это, берите и делайте. Потому что когда я начала создавать свой курс, и когда стала получать первые отзывы по курсу, моя маленькая дочка прочитала и сказала, мама, как ты это сделала? Ну, то, что я тебя вижу, как ты выглядишь, да, это, ну, как бы ребенок привыкает. А то, что другие женщины пишут такие результаты, как ты это сделала, как у тебя получилось. Я ей тогда сказала, что, ты знаешь, видимо, я передала настолько ценный инструмент, что он работает. Потому что когда ты ищешь ответ на свой вопрос, тебе ответ обязательно дает Вселенная. Он к тебе приходит. Это называется откровение. Или это называется, мне пришла информация. У кого было такое откровение? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Я думаю, что это было у всех, да. Я поняла, как это надо делать. Мне пришло откровение. Мне пришла какая-то идея в голову. Вдруг я это увидела, осознала. Ставьте плюсики смелее. Я думаю, что у всех это было. Это получается в тот момент, когда количество переходит в качество. Это называется качественный скачок. Или квантовый скачок информационный. Таким образом рождаются теории, рождаются законы, рождаются открытия. То же самое яблоко Ньютона упало ему на голову в тот момент, когда он был готов это понять. Таблица Менделеева пришла, открылась во сне только после того огромного пласта информации, когда он собрал. То есть количество переходит в качество. И когда вы это научитесь делать, у вас будет все легко и просто вам даваться. Опять с вами отошли от темы. Ну давайте продолжим. Итак, для того, чтобы мы начали с вами процесс омоложения, нам нужно нашим клеткам включить эту клеточную память и сказать им, своему телу, ты знаешь, на самом деле мне 50 лет, мне 28. Я это реально чувствую. Я это реально ощущаю там внутри себя. Поэтому ты давай, пожалуйста, подтягивайся. И я буду эмоционально проживать этот возраст на протяжении всей своей жизни, чтобы резонировать на этих частотах. Когда вы начинаете эмоционировать, вот сейчас вспомните самый лучший, самый прекрасный момент в вашей жизни. Словно он произошел только что. И у вас внутри как будто что-то поднялось. Ведь ничего не изменилось. Вы сэмоционировали и вы начали резонировать на других частотах. А теперь вспомните самый печальный случай в вашей жизни. Или вспомните страх. Или там, не знаю, вспомните, когда вы увидели первый раз смерть, допустим, встретились в этой жизни. Или там уход любимого человека, еще что-то. Или вспомните о том, что у вас написано в медицинской карте. У вас сразу энергии вот так, да, пошли вниз. И вибрации сразу стали какими-то. Такое ощущение, что от вас чернота пошла. То есть мы каждый раз вибрируем на разных частотах. Как я вибрировала, когда мне было 28 лет. Какой резонанс создавало мое тело, когда мне было 28 и по паспорту, и в моей душе. То есть когда я в гармоничном состоянии находилась. Неважно, у меня могли быть печали, там какие-то проблемы. Но резонанс моих клеток, он соответствовал состоянию моей души. И нам нужно сейчас с вами это вспомнить. Мы с вами по практику погружения, практику трансперсонального погружения делать не будем. Это занимает очень много времени. Это дает такой мощный результат. То есть вы практически находите ключ, через который вы ходите в это состояние. Эту практику вы получите подарком сегодня, да, для тех, кто идет ко мне на омоложение. Потому что эта техника, она просто дает вам ключ, ключ, которым вы открываете двери к своей молодости. То есть это трансперсональная техника глубокого очень погружения и вывод вас на вибрации молодости. Но мы сейчас с вами сделаем небольшую технику омоложения лица. Мы чуть-чуть используем вот эту систему энергоинформационного омоложения. Сейчас давайте с вами вспомним, что нам 28 лет или там 30. Попробуйте вспомнить себя сейчас в этом возрасте. Ну какая я красивая. Но на самом деле внутри я же чувствую, что я молодая. И ножки у меня молодые, и ручки у меня молодые, и кожа у меня вся сияет. И я эмоции выражаю. Как я себя чувствую тогда? Да совершенно спокойно. Ничего такого особенного не происходило в мире. Просто я молодая. И вот это просто я молодая. Включите сейчас в себе и начните сейчас себя так чувствовать, так ощущать. Почувствуйте, у вас даже сейчас взгляд изменился. Мимикой лица даже изменилась. Правда? Правда же? Да? Внутри как будто все затрепетало. Клетки начали резонировать на частотах молодости. И мы сейчас с вами начнем делать вот такое упражнение. Сильно-сильно растирать ручки. Возьмите ручки и начинаем сильно-сильно растирать. И когда мы резонируем на частотах молодости, мы с вами вот эту энергию в виде информации концентрируем и как бы прописываем на информационном сгустке между ладоней. Что такое энергия? Это информация. Что такое информация? Что такое волна? Это энергия, да? То есть вот смотрите, мы с вами говорим, волна, радиоволна, она идет на определенной частоте, да? У нее все пройдет. Сильно-сильно растираем. Мы ее не чувствуем, не осознаем. Мы не понимаем, что такое радиоволна. Но когда она проходит через приемник, мы слышим звуки, музыку, там что-то, да? То есть она как бы раскодируется. Поэтому волна, это что? Это информация, правильно? Поэтому сейчас, когда мы с вами на определенных волнах резонируем, мы распределяем вот эту информацию, только которая не раскодирована. То есть на вас не написано, что вы молодая, но вы излучаете частоты молодости. Мы их сейчас сконцентрируем здесь. И когда мы их потом сконцентрируем и наложим на клеточки вашего лица, и начнем их, как бы, чтобы клеточки лица считали эту информацию и начали омолаживаться, да? Потому что раскодировать информацию может другая клетка, одна клеточка ее издает, другая ее закодирована, другая ее раскодирует. Через вашу осознанность, да, через вашу работу. И мы начнем омолаживать лицо. Так, а теперь разбегаем ручки, избегаем. Чувствуете плотность, какая в руках появилась, да? Вот, то есть даже вот мы чувствуем, что упругость какая-то между рук. И поехали. Итак, растираем. Молодая, красивая. Ну-ка, давайте 28-летняя. Ну-ка, давайте глазки. Ай, щачки-то какие. И внутри прям свет идет от вас. Прям как бриллиантик светитесь. Ну, вспоминайте свое состояние 28-летняя. Это же так приятно. Еще сильнее, 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 сильнее. А теперь накладываем ручки на лицо и держим. Дело в том, что мы с вами держим руки, мне вот так вот конкретно прикладываем, а держим примерно 3-5 миллиметров от лица. Вот так. То есть не касаемся лица руками. И чувствуйте сейчас, как от рук идут мощные волны, правда? Такие вибрации. А теперь дайте возможность вашему лицу расслабиться и получить эту информацию волновую. Поэтому и называется энергоинформационное омоложение. Дайте возможность клеточкам вашего тела, чтобы они сейчас считали эти волны и начали омолаживаться. И вы чувствуете, уже лицо покалывает, уже вибрирует клеточки. И мы начинаем масочку накладывать вот такую энергетическую на лицо. В центре к периферии ведем ладошечки вниз. Снова поднимаем вверх. В центре к периферии. И вы чувствуете, что на вашем лице образуется некая субстанция. Ваше лицо начинает реагировать вибрацией, чувством покалывания, теплом. Это вот как раз все вот эти частоты, которые идут от ваших ладоней, волновую, они сейчас проникают в клеточки кожи вашего лица. И постарайтесь расслабиться и дать возможность личику вот так прям растаять под вашими ладонями. Ощутите это удивительное ощущение тепла, вибрации, покалывания. И когда вы тянете ручки, вот смотрите, от центра к периферии чуть вверх, такое ощущение, что за вами подтягивается. Правда, да, лицо? Оно как будто реагирует на руки, которые абсолютно не касаются кожи лица. И начинаете дышать, начинаете втягивать эту живительную энергию омоложения. Через каждую клеточку вашего лица, не только через нос, а щечки дышат, губки дышат, глазки дышат, лобик. Еще вот так красиво омолаживаемся. Еще вот. И прямо чувствуете, что лицо наполняется и вибрирует. И словно кожа, структура кожи как будто бы изменилась. Правда? Расслабили личико, закрыли глазки. И еще, и еще, закрыли глазки. Вот так, хорошо, умнички. Еще. И давайте немножечко, чуть-чуть почувствуем, как работают энергии посильнее. По щечкам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Какие вихри пошли, чувствуетесь? Восемь, девять, десять. Снова вверх, растаяли. И еще вверх, растаяли. Отдайтесь, отдайтесь этому состоянию. И еще вверх, растаяли. И последний раз тянем ручки вверх и от центра к периферии. Мягко накладываем на лицо. Сделали вдох, выдох. Вау, чувствуете, какие изменения произошли, да? Посмотрите на себя в зеркало, ощутите сейчас, что произошло с вашей кожей, что произошло с вашим лицом. Напишите, пожалуйста, сейчас, что вы почувствовали, какие результаты вы получили. Прямо сейчас пишите, это очень важно. Был случай, когда женщина одна писала на вебинаре, Оля, что делать, как остановить этот процесс, как его остановить. Я помолодела на 20 лет, у меня кожа натянулась вся, глаза блестят, я боюсь, что сейчас это состояние кончится. Лифтинговый эффект очень сильно подтягивается. Моментальный лифтинг, это вообще удивительное упражнение, которое дает такой мощный омолаживающий эффект, как вы не добьетесь ни от одной процедуры косметолога. А мы с вами работали всего 2 минуты. Но мы с вами сделали вообще маленький настрой. А представляете, если вы освоите технику настроя на это упражнение, вот это трансперсональное омоложение на клеточном уровне, вот эту программу, которую я сегодня вам подарю, это час и 20, продолжительностью час 20 минут, медитативная практика, техника в прямом эфире, которую вы освоите, да, вот этот результат у вас будет укрепляться. Я вам скажу, не то я, что любые практики, которые дают моментальный эффект, они очень быстро уходят. Согласны со мной? То есть, когда мы нарабатываем долго-долго-долго результат, он у нас долго сохраняется. Когда мы от практики получаем мгновенный результат, он мгновенно уходит. Поэтому, чтобы вот эти навыки омоложения у вас остались, нужно подкреплять все эти техники вот именно теми упражнениями, пассами, определенным состоянием, настроем для того, чтобы эти техники у вас работали. Хотя у меня были такие случаи, когда даже только при помощи одного этого упражнения уже достигали девушки определенных результатов. Да, никогда не забуду, как одна женщина мне написала, что она в тот день, когда пришла ко мне на вебинар, она была у косметолога. И та ей предложила поставить нити, вот эти, вы знаете, которые щеки подтягивали. Две недели она делала это упражнение, как я рекомендовала, утром обязательно с внутренним состоянием. Пришла к косметологу через две недели. Она ей говорит, слушай, а мы что с тобой решили делать нити, да? Что-то рановато, по-моему, давай только ботоксом обойдемся. Пишите ваши результаты, это очень важно, девочки, потому что если вы не напишите, они у вас уйдут. Вселенной нужно видеть, какой результат вы получили. Обязательно прописывайте, что написано пером, не вырубишь топором, подкрепляйте это на физике. Вот, поэтому вот такие техники, когда вы их начнете оттачивать, когда вы начнете ими пользоваться, вы не перестанете стареть. Вы перестанете стареть, потому что вторая молодость, это как второе дыхание открывается. Да, вот если сейчас особенно кто уже увядает, кто в климаксе, начинайте сейчас эти все техники, приходите ко мне на курсы, начинайте. А то, что я вам сегодня предлагаю, вот то, что мы с вами сделали, да, это всего лишь одно упражнение из огромного количества тех техник, которые я вам сегодня отдаю. На самом деле, спрашивают, сколько стоит молодость, да? Да, курс бесценен, потому что это практически, мой практически опыт. Это секретные техники омоложения и методики целительных курсов, да, то есть порой мы за молодость готовы отдать все, что у нас есть, потому что это самое бесценное. Мы же с вами уже определили, что наше тело – это инструмент познания жизни нашей души. И когда наше тело уйдет, все, да, прекратится наш жизненный путь. Пока оно молодое, пока мы сильные, пока мы красивые, мы можем реализовать себя. Поэтому, конечно, первое, что нужно делать, это, конечно, вкладывать в себя, в свое здоровье, в свою молодость, в свою красоту. Потому что, если я вам скажу, вот у вас есть 100 долларов, и что, куда вы их потратите? Платье себе купите или отдадите инструктору в тренажерном зале для того, чтобы он вам сделал красивую фигуру? Вы пойдете, купите себе, допустим, какую-нибудь игрушку, безделушку, или пойдете и отдадите хорошему целителю, который исправит вам, допустим, ноги. В зависимости от того, как вы себя цените, правда? Поэтому, если вы чувствуете, что это вам необходимо, то нужно обязательно в себя вкладывать. Не жалеть энергии, силы и время работать над собой. Обязательно, да? Я вам предлагаю курсы, о которых сейчас расскажу, какие курсы я вам сегодня предлагаю. И неважно, какой курс вы приобретете, я вас приглашаю в скайп-чат, где вы будете получать дополнительные уроки, сеансы, техники, общение с группой, ответы на вопросы, дополнительные рекомендации. И еще ценные советы, рекомендации нашего консультанта, доктора-целителя Светланы Хватовой. Это удивительная женщина, она самоврач-гинеколог по образованию, она остеопат, она гомеопат. Она, вот вначале, помните, я вам рассказывала о женщине, которая, только сканируя ваш внешний вид, может сразу сказать, какие у вас внутренние заболевания, это я говорила о ней. Она у нас работает в скайп-чате, как наш штатный целитель нашего чата по омоложению. Поэтому вы можете получать у нее ценные советы, вы можете задавать ей вопросы. Она выходит в чат, отвечает, вам можете получать консультации. И мы проводим дополнительные вебинары. У нас уже был вебинар, как убрать вены, как избавиться от целлюлита, как пройти по меридианами точкам лица и шеи. Девять точек активации жизненных сил. Света дает такие авторские уникальные методики, женское здоровье. И у нас буквально 16 марта будет абсолютно бесплатный урок, но только для тех, кто идет в курсы по омоложению. Урок по ногам, кстати, да, то есть ножки. Мы будем с вами лечить ножки уже в прямом эфире, уже прямо техники будем делать. И Светлана еще даст вам несколько практик, как снять проблемы такие, как, допустим, циститы, потом все эти проблемы с матками, там, мастопатии или что там бывает, там, фибромы и так далее. То есть все вот эти вот женские проблемы, она как гинеколог. У кого есть женские проблемы, плюсики, поставьте, пожалуйста, в чат. Поэтому вы прямо, вот вам повезло, вы когда купите любой курс по омоложению, вы будете омолаживаться по нему, и еще 16 числа вы придете на вот этот закрытый урок нашего клуба молодости, потому что вы будете уже членом нашего клуба, получается, да. Курс сеанса омоложения без скальпеля и уколов состоит из 9 уроков записи. Первый урок состоит из, то есть там вообще 8 уроков, потому что 9 урок – это нулевой урок, где вы напишите анкету и где вы познакомитесь с курсом и получите первые навыки омоложения. И 9 уроков записи и аудио, и видео. Туда входит практика ботокса, эликсир молодости, энергетическое омоложение, точки молодости, антигравитационная подтяжка лица, антиклимакс, работа с камнями и минералами, фитотерапия, гормональная гимнастика, техники, как не превратиться в старуху, авторская методика шелковая коса для укрепления волос и так далее. Вы представляете себе, 8 уроков, в каждом уроке есть техники, есть практики, есть упражнения. В этом курсе 4 видео урока, в каждом видео уроке по 5-6 упражнений на определенную тему. Урок по работе с лицом, вы узнаете, что такое точка сборки, как убрать морщины, как подтянуть кожу на лице. Второй урок – точечный массаж, дыхательные гимнастики, антигравитационная подтяжка. Следующий урок – гормональная гимнастика, как запустить гормональный процесс в организме и так далее. То есть это все идет в записи. Вы все это будете осваивать самостоятельно, потому что это очень удобно, вам не надо подстраиваться. Все в записи, но я-то с вами, вы-то в скайп-чате, поэтому в любой момент можете обратиться, проконсультироваться и попасть еще на дополнительные уроки, которые у нас будут. И трехдневный мастер-класс «Марафон молодости», который шел в прямом эфире 3 дня подряд, поэтому там нет аудио-уроков, там все в прямом эфире. Все техники – освобождение от памяти болезни, квантовый образ молодости, контракт с хроносом, меняю старое тело на новое, антигравитационная подтяжка лица и шеи, точка молодости, лебединная шея, гормональная гимнастика, эликсир молодости, ментальная диета, роскошная грудь и так далее. Чем отличаются эти два курса? Там есть упражнения, допустим, в курсе есть одни упражнения, а в «Марафоне» другие. Допустим, в «Марафоне молодости» есть упражнение «Мое любимое», которое за 2 дня убирает животик. У кого отвислый животик? Поставьте, пожалуйста, циферку 1. Отвислый животик и будем убирать. Они очень быстро убираются при помощи одного упражнения, которое называется «Науле», вы его освоите очень быстро. Кроме того, есть роскошная грудь, транспарциональная техника, которой нет в курсе сеанса омоложения. Но в курсе сеанса омоложения есть и техники, которых нет в «Марафоне». Поэтому для того, чтобы вы получили полностью все инструменты, я предлагаю вам еще пакет молодости. То есть вы можете не только отдельно курс купить или отдельно «Марафон», а и курс, и «Марафон» вместе, заплатив при этом цену практически одного продукта. То есть по цене практически одного продукта, чуть-чуть подороже. Успейте остановить свой возраст прямо сейчас, потому что это действительно очень важно. Пакет молодости, то есть вы получаете огромный пакет упражнений, техник, практик, сакральных методик, моих рекомендаций, работа с камнями, работа с водой, работа с волосами. Представляете, огромный такой прям пакет. Это будет ваш домашний инструмент, ваш домашний косметический салон виртуальный. Причем мы же с вами будем пользоваться техниками не только, так скажем, ментального плана. Вы будете все это делать, глядя на меня, что мы с вами там делаем. Ну и, конечно, я думаю, что вам хочется узнать, как работает мой курс и какие результаты получают девочки. Кому интересно, поставьте циферку 2. Я вам зачитаю буквально несколько отзывов. У меня их миллион, поэтому я не могу все зачитать. Добрый вечер, милые волшебницы. Мы много пишем о том, что Олины курсы возвращают красоту и молодость. Это точно. Но у меня, наверное, побочный эффект. Я стала много учиться. Когда надо было проработать квантовый образ, я взяла фото с выпускного класса. Тогда было много планов насчет учебы. И вот после прохождения курса стала обучаться. Как студентка в сумке ношу конспекты, в ушах наушники, слушаю лекции. Это такой кайф в состоянии молодости. Уже имею новую профессию коуча, кстати. Голографический коучинг помог мне разобраться с внутренними вопросами. Я осознала, что такое гармоничная личность. Оленька, большое вам спасибо за курс. Я действительно поверила, что мы все волшебницы. Хочу поделиться своими ощущениями. В теле появилась такая легкость, просто летаю. И походка стала упругой. И чувствую радость все время. И даже мужчины стали поглядывать на меня мужским взглядом. И поступают предложения подружиться поближе, что при моем паспортном возрасте. Очень даже удивительно. А ведь я давно для них была теткой, бесполым существом. Спасибо, Оля, за курс. Я так рада, что попала к ней на вебинар и получила эти знания. Помните, я вам говорила, что омоложение дает привлекательность. Включается вот этот магнитизм, и мужчины начинают вас видеть. Поэтому, кто одинок еще до сих пор, приходите на курс. Приходите, потому что это будет своеобразной отправной точкой к вашему новому состоянию, к вашему женскому счастью. Так, скажу вам, что гормональная гимнастика тибетских монахов, откорректированная врачом Бердники, я делаю около года. Но в вашем варианте нашла много нового и более эффективного. Работа с надпочечниками меня просто покорила, намного эффективнее, чем просто массировать костяшками рук. А от антигравитационной гимнастики я вообще в восторге, это бомба. Благодарю, я с такой искренностью верю в результат ваших методик и их по порядку выполняю. Выходной сын меня встречал в Москве у входа в метро. Я приехала пораньше, рядом со мной кого-то ждала женщина лет 70. Она меня спросила, кого вы ждете? Сына, вы такая молоденькая, сына лет 10-12. Побольше улыбнувшись, ответила я. В это время подошел сын, ему 38, а мне 60. Ваши методики работают очень результативно. Я очень рада, что познакомилась с вами и с вашей щедрой душой. Очень многие меня спрашивают, какой возрастной период, до какого возраста работают мои методики. Я вам могу сказать, что моей самой молодой, в кавычках, клиентке, ну молодой не в кавычках, потому что мы не говорим о своем возрасте в курсе, даже отмечаем каждый день рождения минус один год. Потому что мы живем в нашем, в каком возрасте? В возрасте нашей души. Так вот, эта женщина, она с 37-го года, можете сами посчитать, сколько ей лет. С 37-го года, и она работает, потрясающе работает, и пишет мне отчеты в стихах. Оля, или так, практики все вроде простые, некоторые раньше делали, но в вашем исполнении они очень суперские, особенно ментальные, приклеивание кожи. Я их делаю, результат вау, могу показать лицо. Самое главное, прозрели глаза, благодарю. Добрый день, увидела тему про кисты и мастопатию, и решила поделиться, чего я только не пробовала. И гомеопатию, и биорезонансную медицину, эффекты я не получила. Так вот, сейчас примерно 3 месяца, как я занимаюсь по Олечкиной программе, грудь вообще перестала болеть, даже передмесячными. Причем через месяц я это обнаружила. Чувствую себя намного лучше, прям ощущаю, как гормональная система пришла в норму. Всем рекомендую не лениться, а заниматься каждый день. Во-первых, я реально молодею. Это заметили на работе коллеги, ребята, очень жадные на комплименты. Тем не менее, был вопрос, что у тебя случилось. Ты вся светишься, так что результат налицо. Дальше читать не буду. Всем добрый вечер, хочу поделиться своими успехами. У меня менструальный цикл увеличился до 80 дней. В октябре начала пить отвар трав, красный клевер, красная щетка, боровая матка. Месячные пришли через 72 дня, а теперь через 30. Ура, продолжаю пить. Благодарю. Представляете, девочки, что случилось? Мы сотворили чудо. Мы наладили репродуктивные функции. Мы вернули месячные. Разве это не чудо? Конечно, это чудо. Поэтому успеете остановить свой возраст. И я рекомендую вам все-таки взять пакет молодости. Почему? Потому что сегодня при покупке пакета молодости я вам дарю транспарциональную практику клеточного омоложения лица и тела. Это как раз именно практика, о которой я вам говорила. Это внутреннее состояние, когда вы... Как бы знаете, сейчас объясню. То есть это работа с тканями вашего организма через поток внутреннего вашего божественного света, который вы сами создаете. То есть сам факт омоложения – это всего лишь соотношение вашего сознания с первичным уровнем вашей души. То есть если вам по паспорту 47 лет, а вы себя чувствуете на 25, то как раз ваш психоэмоциональный возраст, который формирует ваши желания, мечты и намерения, он начинает проявляться. И чтобы тело соответствовало этому внутреннему возрасту, чтобы клеточки тела начали омолаживаться, достаточно войти в это состояние, осознать его, почувствовать. И именно вот эти навыки вы освоите на этом транспарциональном омоложении лица и тела. Мы там работаем в два этапа. Это видеоурок. Видеоурок без аудио всяких заставок. Первая тема – это очищение памяти клеток от информации болезни, то есть от процесса старения. И переходим сразу на второй этап – это пробуждение клеточной памяти вашего истинного возраста, возраста вашей души. И вы получите таким образом ключи управления своим возрастом. Мы во время практики делаем запрос, запрос, достаем ключ определенный телесный, и потом вы его запоминаете, этим ключом начинаете пользоваться. То есть отрабатываем на практике механизм реставрации клеток, чтобы обновить наши клеточки и, соответственно, омолодиться. И мгновенное омоложение лица тоже присутствует транспарционально на этой практике. На этой практике, когда она была в прямом эфире, все, кто идет в курсе омоложения, были приглашены и бесплатно, абсолютно бесплатно участвовали в этом уроке. И вы, когда придете ко мне на курс в следующих практиках, в следующих уроках, у вас тоже будут возможности, те будут, которые бесплатные, у вас тоже будет возможность в них участвовать абсолютно бесплатно, просто потому что вы идете в клубе омоложения. А остальные все, естественно, покупают этот курс транспарциональное омоложение по цене 1900 рублей. Его можно, конечно, купить, но зачем вам его покупать, если вы берете пакет молодости, и он вам достается в качестве подарка. Поэтому постарайтесь, конечно, все-таки приобрести пакет молодости. Вы получите огромный потенциал, огромную возможность, сдвинете с мертвой точки именно то, что сейчас у вас что-то, допустим, не получается. Ну и, конечно же, сможете задать свои вопросы мне и Светлане в чате, когда вы уже придете работать. Помните о том, что время бежит очень быстро, и вы не успеете оглянуться, как пройдет лето, и вы опять ничего не успеете сделать. Опять скажете, ну вот опять зима, вот опять, ну в следующий год, и так пятый, десятый, двадцатый, и в итоге мы дойдем с вами до точки невозврата, когда уже ничего с нашим телом сделать будет невозможно. Я честно вам признаюсь, я очень жалею, что не начала эти практики намного раньше. Не в тот момент, когда начались процессы увядания в моем организме, когда я стала искать эти инструменты, когда я стала омолаживаться, да, а именно в тот момент, когда еще не было этого звоночка. У меня сейчас были бы абсолютно другие результаты. Я это знаю, я это чувствую, потому что я в этом живу. Вот, поэтому я приглашаю вас на мой курс, как оплатить, там это все Света вам расскажет, потому что по ссылкам сейчас, когда вы идете, там есть только два способа оплаты, Яндекс и Пейпл. А Светочка вам даст дополнительные способы, чтобы вы смогли полноценно, естественно, приобрести, купить этот курс и прийти ко мне. Ну и кто сделает это сегодня, слушайте меня внимательно. Кто сделает это сегодня, вот именно сегодня, до конца сегодняшнего дня, я с вами встречусь в скайп-чате и подарю вам 20-минутную персональную консультацию в скайпе. Мы решим ваши проблемы, сделаем кин судьбы, посмотрим, что у вас, да, персональную психоматрицу построим, пообщаемся в прямом эфире. Да, то есть, помните о том, что персональная консультация коуча, наставника стоит очень дорого. Очень многие ценят свое время, специалисты очень высоко, да, консультация стоит и 10 тысяч рублей, и 50 тысяч рублей одна консультация. Поэтому 15-20-минутная встреча в скайп-чате о вашей проблеме, которая у вас сейчас образовалась. Очень многие, кто получает такой бонус, кто в первый день вебинара оплачивает, любой продукт, приходят ко мне на консультацию, мы очень часто говорим о вашей проблеме. Я сразу вам рекомендую, советую, какие травы вам пить, что вам конкретно делать, с чего начать и так далее. Это очень многого стоит, да, поверьте мне. Так. Нет, дело в том, что если вы уже идете у меня в курсе, то когда я вас приглашала на трансперсональную практику клеточного омоложения, вы, если бы откликнулись и пришли, то вы, естественно, его бы прошли, эту практику. Но если вы не активный человек, то есть вы купили курс и не заходите в скайп-чат, вы, соответственно, не видели этого приглашения, хотя я там несколько раз выкладывала это приглашение. Вот. Естественно, вы его не получили. Сегодня я делаю подарок только для тех, кто покупает пакет молодости. Потому что вот те, кто не смог попасть на прямой эфир, они все покупали. Понимаете? Вот. Поэтому, как бы, не обижайтесь. Дело не в том, чтобы там, мне не жалко, но просто есть определенные законы. Да? То есть, есть законы поощрения. Есть, ну, как бы, это будет не очень хорошо по отношению к тем людям, которые действительно ждали этот подарок, очень хотели его получить, потому что они хотели получить пакет молодости, потому что хотели прийти ко мне на курс. Вот. У вас будет еще очень много других вариантов, других подарков. Поэтому, девочки, если есть среди вас те, кто уже идет у меня в курсе, обязательно в скайп-чат заглядывайте. Там все вот эти вот семинары, уроки, которые бесплатные особенно, у вас на них всегда будет возможность попасть. Если вы там, я ведь не могу делать рассылку, я не знаю, сколько человек купила, то есть, сколько человек сейчас конкретно пользуется моим продуктом, потому что не все приходят в скайп-чат. Кто-то покупает пакет молодости, там, допустим, покупает, там, курс омоложения или марафон, и сами по себе дома тихонько сидят и омолаживаются. Те, кто работает активно, приходят ко мне в скайп-чат. Да? В скайп-чат я сразу высылаю, когда вы покупаете любой из продуктов, чтобы мы были с вами все время на связи, чтобы вы были, могли мне задать вопрос, там, получить от меня консультацию и так далее. И попасть, естественно, на все наши мероприятия, которые проходят в рамках нашего клуба молодости. Понимаете? Вот, поэтому это очень важно. Если кто-то еще, кто купил у меня курсы, кто еще не пришел ко мне в скайп-чат, я рекомендую найти мой скайп и обязательно ко мне прийти. Откройте письма, которые вам приходили, с ссылками на курсы, и приходите, и стучитесь ко мне в скайп. Прям требуйте, требуйте, не забывайте, требуйте. Очень много женщин, у меня сейчас и среди них есть один мужчина, которые спросили разрешение, то есть практически получили патент от моего имени, разрешение пользоваться моими техниками омоложения, открывая свои клубы красоты и молодости. Одна в Казани, один мужчина, салават это у нас, он у нас в Сибири, по-моему, и в Канаде. То есть вот настолько уникальные техники, что даже вот те люди, которые сразу понимают в этом толк, понимают, насколько ценный продукт, даже пишут мне, чтобы я разрешила им этими техниками, естественно, от моего имени пользоваться в клубах, ну, в клубах, в женских клубах, фитнес-клубах для того, чтобы их использовать для омоложения. Потому что, конечно, до того, как я вышла на интернет-ресурс, в интернет-пространство, я, естественно, все эти практики тоже преподавала вживую. Да, все эти практики, мы техники, все эти инновационные вот эти вот методики и сакральные упражнения делали, сидя в кружочке, в моем помещении, в зале, где я работала. Мне вообще очень нравится работать вживую, но сейчас такое прогрессивное время, так много возможностей, и интернет-ресурс дает нам возможность передавать свои знания, навыки, опыт на расстоянии. И таким образом я могу как можно большему количеству женщин помочь, подарить им вот эти уникальные знания, уникальные инструменты. Поэтому, что напрямую, что в онлайн, абсолютно нет никакой разницы. Вы же это знаете, вы это чувствуете. Энергии работают, да, они никуда не деваются. Они работают. Так, девочки, по поводу оплаты. Если кто уже оплачивает, отлично, классно, замечательно, только после оплаты обязательно напишите, кто вы и по какой системе оплатили. Потому что оплата очень много, курс пользуется огромной популярностью, и я, там, допустим, оплатили сегодня 10 человек, я не знаю, кто из вас, да, поэтому пишите, сверьте, пишите, мне пишите, вот, и сейчас Светочка даст вам другие альтернативные методы оплаты, потому что там вот по ссылочке есть только прямые, да, вы получите альтернативные, которые вам будут, ну, может быть, более удобны. Не забывайте о том, что вот-вот скоро лето, и нам нужно с вами сейчас успеть сделать это удивительное, чудесное превращение. Поэтому приглашаю вас на свой курс, приглашаю вас в свой скайп-чат. Ну, и в заключение я бы хотела от вас получить обратную связь, знаете, какую? Поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки, кто сейчас хотя бы чуточки но омолодился, вот у кого еще до сих пор горит лицо, у кого внутри вот этот трепет, у кого глазки блестят, кто хотя бы понял, что это реально и возможно, кто внутри себя увидел эти ресурсы. Спасибо вам огромное, я вам так благодарна, потому что не зря прошло это время. Смотрите, как быстро пролетели два часа, мы их не успели заметить, да, а сколько нового внутри вас, какие преобразования, какие трансформации произошли. Спасибо вам огромное за внимание, я вас очень люблю, я вас ценю, я вам благодарна за вашу работу, за вашу чуткость, я очень хочу, чтобы вы были счастливы, берегите себя, берегите себя, ибо кроме вас никто не позаботится о вашей красоте, молодости и здоровье. Помните, вы бесценны, вы уникальны, у вас есть потрясающие ресурсы и возможности, наша задача их раскрыть и научиться ими пользоваться. Для этого я и пришла к вам, чтобы вас научить, вам подарить, это вас вдохновить и вместе с вами омолаживаться, да. Мне одно омолаживаться скучно, я хочу, чтобы нас, молодых, было много. Спасибо вам огромное, и все, целую. С вами была я, Ольга Леванин. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok